Второй вопрос по поводу помощи ушедших из жизни людей. Первое, что нужно понять, это то, что здесь работают две силы. Первая сила, которая дает страдания, первое, что работает, привязанность к человеку, вызывает протест в сердце. Человек начинает протестовать и разрушает свою жизнь, потому что приходит время, и мы теряем что-то в жизни. Мы должны с этим смириться, в этом не должно быть протестов. Протест означает привязанность, то есть я хочу получать счастье от этого человека всегда, вечно, сколько бы я ни жил. Но это грех, потому что мы должны дарить счастье другим, а не получать его от других. Когда человек дарит другим счастье, то Бог ему дает счастье взамен. Или человек дает как благодарность взамен счастье. Вторая причина страданий заключается в том, что человек должен сейчас, когда человек уходит из жизни, он прямо сейчас должен, привязан к нему или не привязан, не имеет значения, любит, не любит, он обязан родственнику отдавать силы прямо сейчас. Потому что когда человек уходит из жизни, у него трансформируется психическое тело, его тонкое тело. И ему нужно отдавать силы для помощи ему, чтобы ему легче было. И чтобы он не пошел в ад, на низшие планеты, тоже нужно нейтрализовать это движение вниз, свои молитвы. Иногда на это требуется полгода, по часу в день. А если человек это не делает, то у него на сердце камень. Не выполняет свои обязанности. Депрессия наступает. Две причины страданий. Первая причина страданий — я лишился человека, а хочу, чтобы он был рядом. Вторая причина — не выполняю перед ним свои обязанности. И самая главная причина, почему всё это происходит, потому что мы не знаем, что такое внутренняя жизнь. Или знаем с трудом. Самое настоящее счастье приходит тогда, когда человек думает о близком человеке, не рядом, не когда он рядом находится, а когда его нет рядом. Но я улыбаюсь тебе, как поёт Марк Бернесс. Ну то есть я как бы даю свои силы, даже если нет человека рядом. Или когда нет сил улыбаться. Это означает духовная энергия. Откуда человек берёт силы? Итак, видите, депрессия, страдания, отчаяние, болезни после ухода близких людей все возникают из-за того, что мы не знаем, как жить правильно. Именно внутренняя жизнь является основой жизни. А всё остальное — это просто результаты судьбы. Алло, у тебя всё хорошо? Всё хорошо, у меня всё хорошо. Ну хорошо. Это означает, что судьба сейчас действует нормально. Всё нормально. Нет проблем. Но она же не всегда действует нормально. Иногда в неё надо вкладывать силы. А если в неё надо вкладывать силы, они идут через веру. Потому что человек действует как проводник. Нам нужна вера. Я сегодня поехал в Иерусалим. Потому что мне нужна вера. Я не полный. Понимаете? У меня не хватает внутренней силы, чтобы вам я что-то дал, я должен заряжаться постоянно. Я должен читать молитвы каждый день. Должен думать о святых людях. Должен ехать в святое место. В святое место ехать, если оно есть рядом, и ты не едешь туда. Это безумие. Я с утром, в 6 утра поехал. Я должен был молитвенное правило совершать. Я поехал в Иерусалим. Потому что там святое место. Я должен там быть. Я спросил, ну как бы в сердце, если Господь, если ты хочешь, это как бы там все веры, которые там есть, они все не мои близкие, но если ты хочешь, чтобы я служил тебе, чтобы я там был, пожалуйста, дай знак. Я приехал, и в этом саду, где Оливковом, где Иисус Христос, сидел и молился, чтобы его участь эта миновала. Когда я пришел туда, в этот сад, там начали обрезать ветки от этих святых деревьев. Их может раз в год там обрезают, я не знаю, или два раза в год. Сколько раз в год ветки срезают? А? Ну раз в год где-то. И вот в этот момент, когда я туда пришел, начал я обрезать ветки, и мне досталась ветка эта. Что это значит? Что это со святого дерева вот этого? Я получил ветку целую. Об этом можно только, причем бесплатно, там некоторые продают их, просто срезать, они падают на землю. Я беру ветку, еще оливку оттуда взял. Это знак, понимаете? Потом мне говорят, туда вообще, в это место, где гроб Господень, туда попасть невозможно. Там маленькое место, туда очередь стоит. У нас времени мало. Мы зашли, никого нет вообще. Просто никого. Я зашел туда, и сколько мне надо, я там находился. Потом вышел, смотрю, люди подходить начали. Господь всегда заботится о нас. Если мы хотим к Нему, понимаете? А если мы свои, у нас своих дел много, значит, тогда другой результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!